привет всем приобрел вот такое ржавое ведро да вот такой вот самодельный грузовичок смотрите прикол рессоры из линейки на самом деле на самом деле из линейки рессоры сделаны в общем-то рама редуктор от шуруповерта моторчик самодельный кардан который вылетает вот так держатель запасочки это у нас рулевой механизм вот так вот выглядит кстати надо найти серву еще надо тягу тяги то наверное нет в комплекте не знаю даже что в комплекте есть что нету а это как подключается снаружи ставится да вот и знаете мне даже прям хотел чтобы такой грузовичок был ржавый вот не знаю как на самом деле поедет он насколько будет хорош мост задний вообще фиг знает от чего где-то такой я видел это пластик уже да рам соответственно металл и у нас имеется кабина мана вот кабина мана она открывается туда можно водилу нужно водилу посадить вот где-то так вот поставится плюс-минус есть кузов с подъемным механизмом можно вот кузов поставить не хотите стягать прицепы или что-то до поставили но он опускается вот так вот и все пластик полностью пластик откидывается задний борт колеса конечно вообще полностью такие игрушечные вот менять их лучше на томиски но сейчас посмотрим видите да то есть они сдвоенные были на тут пустышка на самом деле получается вот эти перед и зад нужно поменять бы анатомию и тогда будет нормально это пока не знаю наверно для кабины это подкрылки кабины почему они сломаны я не понял не знаю здесь какие-то еще детальки для чего пока не знаю а что тоже отломалась вот на 3d интерпечатанная наверное да часть а может нет фиг знает в общем то вот так вот сейчас будем собирать вот из этого хлама хоть какой-то грузовик нужен регуль нужна аппаратура и сервопривод так начинаем с установки сервопривода ставится вот на на такую площадочку будет стоять вот здесь вот спереди сейчас туда заведу его и поставлю но пришлось фиксировать пока на два винтика потому что рессоры будут мешать я думаю особо знаете тут даже на двух винтиках все держится очень хорошо вот тяга тяги конечно в комплекте не было пришлось найти из своих запасов какую-то скрутил ну вроде по длине хватает самое длинное что можно сделать надо еще наверное подлиннее но посмотрим если что поворачиваемость в одну сторону будет меньше чем в другую в общем сейчас ставлю серву химф это тестировать как здесь будет поворачиваться все серво установлено в принципе тяги хватает длины даже пришлось убавить расходики потому что одну сторону получается больше то есть расходы выкрутим вот раз перебор и качалку переставлял то есть на несколько зубцов ту сторону но как бы не выходит чтобы одинаково было в одну сторону тягу нужно было бы подлиннее чуть-чуть но расходики убавим и все равно получается в одну сторону побольше другую поменьше в принципе ладно не критично грузовик будет просто больше задом ездить еще вот вот с таким приемником у меня будет на спектруме наверно на этом ездить dx2e с avc но приемник самый обычный он по-моему его герметил и так что вот в таком виде его туда и воткну и так кабина здесь состоит из трех частей это самое нижнее это вот крепление ее было но придется как-то дорабатывать сломано здесь у нас сидушки надо посадить водителя будет и соответственно так вот на эту заднюю площадку хочу установить звуковой модуль будет возможно его видно но ничего то есть это все и осталась самая внешняя часть в общем то звуковой модуль небольшой вот такой вот стоит он порядка 25 долларов посмотрим поставлю потом уже будем его тестить видите не входит даже по размерам то по моему большеват чуть-чуть ну ладно тогда мы его поставим наверное типа вот такого можно провода отверстия и вот так его вкорячить все будет звук стенку короче исходить они вверх да и сделаем здесь отверстия наверное вот с этой стороны будет отверстие и снизу вот здесь будет регуль стоять примерил регуль как раз проходит в общем сейчас буду все вставить компоновать это и сейчас просверлю отверстие для проводов и так как освещение у него нет у него даже никакой подготовки нет под фары то есть здесь просто заглушки стоят и все то поставлю на него хотя бы вот такую вот мигалку сверху куда-нибудь сейчас прикорячим так наверное тут пока разобрана все равно возьму и проведу все провода эти и в приемник воткну так поставил общем звуковой модуль вот так вот в кабину я думаю нормально и как раз есть доступ к кнопкам то есть чтобы звук убавить или прибавить вот здесь все выходит провода потом подключим и это уже от мигалки вот так что там уже почти закончено стало скрепление так значит здесь припаял провода проверяем работает ли у нас опять газ мотор все вращается это максимум на трех банках все это дело вот теперь мне нужно этот регуль спрятать в кабину но я еще не решил куда буду надевать аккумулятор так сама кабина крепится вот на эту площадку но крепление которое здесь было она все отломался его сейчас доломал полностью потому что буду менять сделал вот такую вот пластинку сейчас я ее сюда вот так вот поставлю вот таким образом оп не не таким образом вот таким образом поставим ее зацепим во по бокам сейчас ее просверлю и в ней сделаю два отверстия и все и уже будет надежненько сидеть здесь крепится кабина но и плюс-минус она будет чуть-чуть откидываться то есть вот здесь вот имеется у нас такой ход плюс бампер передний тоже отгибается так что откинуть ее можно будет но собственно вот так вот выглядит конечный вариант и снизу буду прикручивать но прикручивать буду уже после сборки кабины всей то есть сейчас соберу ее поставлю регуль туда вовнутрь приемник и тогда можно будет крутить все так здесь все стандартно то есть у нас во второй канал идет регулятор скорости со звуковым модулем они через Y-образный сделаны в первый канал сервопривод и в третий канал е-мигалку точнее не в третий а ну да здесь наверно был третий на приемнике здесь бат ну да все правильно как бы аппаратура все равно двухканальная так сейчас нижнюю часть закрываю и пытаюсь все это дело состыковать нужно как-то еще вывести провода так все кабину установил и плюс вот ее можно так открыть я думаю будет ездить наверное на маленьком аккуме буду прятать вот там вот внизу сейчас померяю либо даже не знаю какой у меня вариант какой план b есть да то есть здесь всегда будет открыто такое пространство чуть-чуть так откинули аккумулятор туда на две тысячи миллиампер закинули если войдет и все масса конечно вся впереди вот что плохо зад получается очень легкий нужно зад грузить прям чем-то грузить грузить а то прям как-то не знаю как он поедет так значит давайте колеса наверно ставите в принципе можно его уже завести так значит колеса в комплекте у нас просто жесть это передние но передний ладно еще я готов с ними смириться такие прям не знаю но не резина сложно назвать даже но и не пластик полупластик полурезина такая получается вот очень очень дубовые но и можно промять ну да вот но передние ладно они просто прикручиваются и все прям вот сюда там люфты просто бешеные получается о вот такой люфт ну не обращаем внимание так задние колеса идут установка через вот такие вот пины то есть так раз будет пин каким-то чудным образом надо это просунуть и он она зафиксируется но я не знаю на таких колесах мне кажется не поедет они достаточно скользкие нужно я поменяю на нормальные есть хексы и поставим нормальные томийские колеса но давайте сейчас пока вот эти одену посмотрим какой-то смотреться будет так все установил все колеса вот так вот выглядит заводим телегу неплохо 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 для дешевого модуля даже едет а назад я знаю что произошло все так скорее всего затянулось колесо скорее всего да то есть видите колесо просто садится на болт и сама и затянулась то есть его теперь нужно ослаблять немного непродуманная конструкция поэтому нужно чуть-чуть доработать но на самом деле всю бы переделать рулевую потому что без подшипников здесь вообще не вариант то есть это большие люфты то есть вот это колесо вот сейчас она при ослаблено но если буду затягивать то все она затянется и . не поедет вот соответственно прощается но видите люфты какие просто так в общем решил сделать так делаем ось то есть фиксируем полностью гайкой здесь может вот вы нас поменьше сделать сейчас подумаю берут аминьевские колеса полностью с дисками и здесь втулка но вот немного конечно большева то то есть тоже начинает люфтить вот я ее сейчас под затянул с этой стороны уже гайкой и будет колесо как бы здесь стоять но люфт будет но зато не будет никакой блокировки происходить то есть затяжки уже не будет будет постоянно крутиться с небольшим люфтом ну сейчас поколдую что-нибудь придумаю все передние колеса установил но так вращаются люфты есть в общем поставил там подшипнички но подшипники не по размеру нужно будет замерить и если поставить нормального размера подшипники то в принципе уже будет еще лучше но оставим так так и наверное сейчас заменю еще задние колеса ставлю вот такие вот нормальные тамеевские колеса но как видите разница велика да это не о чем на это миски сейчас выпрямится рама кстати говоря смотрите вообще же есть просто она гуляет как хочет во просто я кручу верчу обалдеть но и поставил сюда вот такое самодельное седло в чем смотрите работает даже хоп 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 но не знаю решил кузов не ставить он тот то с ним как-то смотрится более игрушка здесь все таки такой боевой главное чтоб веса здесь хватило но не знаю аккум сначала кину сюда как-нибудь будет сзади аккум но сейчас потестим потом уже придумаю что-нибудь чтоб для видео его использовать как он будет скажем так куда прятать аккум либо аккум меньшей емкости туда вот убирать он в ту нишу и все тогда будет нормально но опять же весь вес будет спереди давайте чуть-чуть проедем видите наклонен она рессора что-то у него вообще какая-то ни о чем едет видим кабину под наклоном чуть-чуть давай в гору ух ты так вот вам и разблокированные дифы да надо блокировать вот так и страдом едет вот остановимся нормально вроде во-во-во-во теперь здесь слишком большое сопротивление да беда беда перейдет конечно опа что вы хотели да не сюда не заедет больше скорости надо у него к сожалению скорость скорость у него ни о чем то есть он достаточно медленно получается и зад легкий а перед дает сопротивление все равно то есть плохие оси на подшипниках ничего не висит ну колеса на подшипниках но не по размеру и поэтому слишком 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 сопротивление большое а поверхность достаточно скользкая ну нифига себе ты летишь то тормоз даже не работает да а Ну что я могу сказать Самоделка, вот она Получается ни о чем Поэтому все Плюются от цен на Томи Но, друзья мои, оно того стоит Делать самодельную модель Из подручных материалов Видите, что выходит Нужно очень-очень сильно ее еще дорабатывать Чтобы она хоть как-то поехала Потому что в таком исполнении Считайте, здесь одна скорость Здесь скорости вообще нет никакой У нас редуктора шуруповерта стоит Как бы ни о чем То есть только по прямой гонять И все Но далее Таскать какие-то грузы Ну это, я думаю, на нем нереально Ну давай-давай-давай Вот нормальный грузовик А это колхоз Который не едет И требует серьезной доработки Но, в принципе, я его буду использовать Для каких-то простеньких роликов И его не жалко будет поубивать В общем, друзья мои Ссылок внизу, естественно, никаких нету На грузовик Пока АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ